Ну что, дорогие друзья, всех вас приветствую, и сегодня у нас долгожданный для многих из вас обзор на тяжелый танк 8 уровня в новой ветке китайских ТТ. Это, конечно же, БЗ-166. Я эту машину уже вывел в топ, поиграл на стримах на ней, и мне вот прям не терпится поделиться впечатлениями, друзья, потому что это один из худших танков 8 левела вообще в принципе в игре, ни больше, ни меньше. И в этом ролике, как вы догадались, мы подробно поговорим с вами, почему это просто конченый кусок дерьма. По-другому я данную машину никак охарактеризовать не могу. Так что прямо сейчас не забывайте прожать лайки, конечно же, подпишитесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Напоминаю, что еще и можно в Телеграм ко мне вступить, там всегда анонсы видео, стримов. Я публикую там уникальный контент, которого больше нигде нету. Недавно там записывал, например, дополнение к моему недавнему обзору. Короче, бывает там интересно, так что тоже не упустите из внимания. Ну и в комментариях, ребята, естественно, напишите, что вы думаете о данном танке, если вы, конечно же, на нем играли. Сейчас будет маленькая рекламная пауза, и мы погнали! Хорошо известный всем танкистам сайт Ватхаб подготовил у себя новый, уникальный и очень интересный режим краш, где вы не просто можете выиграть голду, как обычно это вы делаете на данном сайте, но и посоперничать с другими игроками. Применив тактические хитрости, можно действительно наварить себе неплохо голды. И сейчас важный момент, друзья. У меня есть специальный промокод, который вы можете ввести вот сюда. Видите кнопочка промокод, вводите и получаете себе сразу же 50 голды на счет. И можете сыграть вообще абсолютно бесплатно. Но, конечно, на сайте никуда не делись всем хорошо известные кейсы, причем в огромном разнообразии. Каждый для себя найдет что-то подходящее. Не забудь, кстати, заценить крутые кейсы, приуроченные Хэллоуину. Там реально много очень крутых ништяков. А еще тут есть крутой барабан бонусов, где могут выпасть очень интересные кейсы. В общем, залетайте на Ватхаб, принимайте участие в новом ивенте, выигрывайте. Ссылочка на кейсы, а также мой промокод с крутым бонусом в описании и в закрепленном комментарии. Итак, когда я делаю обзоры на танки, я всегда рассказываю о стоковой конфигурации, в том числе, а также о том, как данная машина в принципе выводится в топ. Я считаю это необходимым, поскольку далеко не все игроки, да, проходят сток конфиг за свободный опыт. Далеко не у всех есть на это ресурсы. И, конечно же, в этот раз я также все вам подробно расскажу. Очень часто, когда речь заходит про БЗ-166, можно услышать такой аргумент, что у танка сразу же идет топовая пушка. Прям из коробки. То есть, вообще прям кайф. И я хочу вам сказать, что, ну как бы формально, да, тут не прикопаешься. Но я бы сказал, что у данного танка просто нет топовой пушки, у него есть только стоковая. Вот это, наверное, будет более правильным, да, как мне кажется утверждением. И чуть позже вы поймете почему. Но давайте сначала все-таки отталкиваться от некоторых других характеристик, например, от динамики. Да, это очень важно для любого танка. Как машина едет в стоке? Никак. Она не едет в стоке абсолютно неиграбельно. Вообще. То есть, если вы захотите играть со сток двиглом, то я не знаю, то есть, что вам там, корвалол пить, валерьянку, еще что-то. Потому что вы не будете успевать никуда. Вы даже вместе с тяжами не успеете. Во-первых, машина не набирает толком свою максималку даже. Во-вторых, она и разворачивается с такой скоростью, что тут, ну, я даже не знаю. В общем, это полный кошмар. Танк, он не просто медленный со стоковым двигателем. Он не едет. Вообще никуда не едет. Чтобы вы понимали. И я вам настоятельно советую хотя бы двигатель поставить все-таки за свободку. Да, он дорого, достаточно стоит в плане опыта. 33 500. Но без него вы проклянете все на свете. Поэтому двигло обязательно, друзья, нужно поставить. С ним уже более-менее. Также у танка есть гусеницы топовые, которые ставить не обязательно. И если вы хотите чуть большего комфорта в плане поворотливости, то в этом случае, наверное, можно это сделать. Но вот вопрос, надо ли оно тратить еще почти 20 000 опыта. Ведь проще, как бы, перетерпеть и быстрее открыть уже 9 уровень. Да, согласитесь? Поэтому тут думайте сами. Ну, рация ни на что не влияет. Можно оставить стоковую. Хотя, в принципе, она, по-моему, кстати, и топовая здесь идет от предшественника. Насколько я помню. Сейчас даже посмотрю. Да, эта рация, она, в принципе, нам переходит от 7 уровня топ. Поэтому, как бы, тут и говорить не о чем. Ставьте и все. И по поводу, друзья, башни. Мы поговорим тоже попозже. Потому что, ну, тут надо углубиться. Значит, давайте по динамике уже в топовой конфигурации я скажу сразу же, что, в принципе, уже более-менее танк едет. И он, конечно, не динамичный, но уже адекватный. Да, то есть, по крайней мере, на свой фланг вы успеете. Это уже немало. Конечно же, да, не надо забывать о том, что у нас есть и турбоускорение. Но, поверьте, со сток двиглом даже вот эти вот нитро, так называемые, вас не спасут. Вы все равно никуда не успеете. Поэтому, как бы, тут, повторюсь, жизненно необходимо поставить топ-двигатель. С ним танк уже становится играбельным, как минимум. Касательно его бронирования, да, естественно, тоже нужно немножко поговорить более подробно. Чтобы вам было наглядно, я сейчас включу соответствующую модификацию. И мы с вами вместе посмотрим прямо на экране. Значит, НЛД у нас имеет приведенку, по сути, 219-220 мм. Вообще, там, лист 100 мм, но угол большой. Будет ли рикошетить от него, только если вам стреляют в НЛД, когда вы находитесь ниже, чем ваш противник. Тогда может быть какой-то там рикошет. Вот, но в целом НЛД у него шьется практически всеми противниками, кого вы встречаете. И, ну, тут просто говорить не о чем. Конечно, чем ближе, получается, к днищу, тем броня получается хуже. И, короче, он нихера не танкует, если вот так вот в двух словах, этим местом, да. То есть, НЛД у него слабая зона, откровенно. Но это у всех танков практически так, поэтому прикапываться не будем. ВЛД у него под углом просто страшным, 60 градусов, и там 140 мм. Вот тут я должен сказать, что ВЛД у танка действительно держит. То есть, он способен им танковать, вполне себе уверенно. Конечно же, ну, не десятых там уровней на ГЛДе, понятное дело. Но одноклассников уже можно танкануть. То есть, тут, в принципе, более-менее адекватно, я бы сказал, нормально по броне. У него есть еще две щеки вот таких вот, которые в лобовой проекции не пробиваются. Там страшный угол. Если вы будете танковать от борта, то в этом случае вы их подставляете, как вы видите. То есть, здесь, конечно, угол тоже не маленький, но тут смотря как вы перекрутите. То есть, уже может и залететь, потому что вы видите, что по цифрам здесь броня небольшая. То есть, это тоже, по сути, слабая зона у него, и тут никуда не деться. Переходим к бронированию башни. Тут, на самом деле, все очень интересно. Нужно остановиться на этом чуть более подробно, потому что башни две. У нас есть стоковая, которая сейчас перед вашими глазами. И я скажу вам так, что башня-то, в принципе, неплохая. То есть, смотрите, если мы глянем броню, то у нас, во-первых, вот эти вот скосы имеют приведенку, там, больше трехсот. И они не пробиваются никак, тут тем более угол еще такой. У нас нету лючков, по факту. То есть, ну, просто их нет. В них попасть практически нереально, да, и туда вам стрелять никто не будет. У нас есть маска, которая, в принципе, в целом имеет неплохое бронирование. Там, 270 миллиметров, иногда даже потолще бывает. Вот, но это тоже хорошие цифры. И, в принципе, эта башня действительно танкует, и, как бы, она нормально себя показывает. Правда, ребят, есть крыша. Если ваш противник, в принципе, находится выше вас, то он может пробить вас и в крышу. То есть, да, тут лист 75 миллиметров. То есть, по правилу трех калибров залетать не будет. То есть, по касательной вас туда не проткнут. Но если вы как-то вот так вот, да, стоите, то тут уже могут начаться проблемы. То есть, уже вы видите, что брони здесь по факту нету, поэтому будьте внимательны. Вы спросите, а почему, как бы, я, например, играл вот на стримах со сток башней? А все потому, что если мы поставим с вами топовую башню, то внезапно все оказывается гораздо более печально. Потому что, вот, сейчас, ребят, посмотрим. У нас, да, по-прежнему, то есть, башня крутая. Даже это имеет большую, скажем так, толщину. Да, у нас тут 300 миллиметров маска. Да, у нас тут, ну, щеки примерно так же. Да, и, кстати, в отличие от стоковой, тут под башню практически невозможно закинуть. Хотя там тоже 270, если что, на стоковой. Так что тоже туда особо никто не пробьет. Ну, из одноклассников и вообще танков без голды, кроме ПТ. Но у нас, как многие, наверное, внимательные люди уже заметили, есть башенка командирская, которая не имеет бронирования вообще. То есть, она, как вы видите, пробивается с любого орудия вообще, в принципе, которое вы можете встретить. И как только вы поставите сюда топовую башню, вам будут туда напихивать просто по КД. И вот это, поверьте, будет происходить абсолютно в каждом бою. То есть, в клинче, в каких-то перестрелках на средней дистанции вам будут туда закидывать. Короче, эта башня неиграбельна. Вот так вот бывает, да. Уникальный танк, когда топовая башня хуже, чем стоковая. Хотя, на самом деле, не уникальный. У МХ-30 такая же, по-моему, история, насколько я помню. И не только. Но это просто какой-то мрак. То есть, с этой башней играть невозможно. Несмотря на то, что, если ее поставить, как мы видим, у нас характеристики-то улучшаются. То есть, у нас ДПМ увеличивается, да. У нас более комфортная перезарядка становится. Я просто сейчас вам покажу, чтобы вы, как бы, да, могли это наглядно все заметить. То есть, если мы сейчас поставим назад топовую, вернее, стоковую башню, то вот у нас сразу же проседает ДПМ и, как бы, комфорт ухудшается. Но вы просто не сможете играть с топ башней. Просто поверьте мне на слово. Да, я думаю, что никто в этом даже и не сомневается. Теперь давайте перейдем к его огневой мощи. Ведь у него сразу топовая пушка идет, как все пишут. Прям вот поголовно вообще. Значит, ребят, орудие полное говно. Я по-другому сказать не могу. Оно даже с топовой башней вообще неиграбельно практически. Со стоковой ДПМ еще хуже. И вы вообще не способны никого по ДПМу перестрелять. Вас даже седьмые уровни могут разобрать. То есть, на голде, да, какие-нибудь серьезные. У нас просто все характеристики, вот все характеристики практически ужасны. Кроме, может быть, альфы. Ну и пробитие части, да. Эти, как бы, ТТХ более-менее средненькие на уровень, я бы так сказал. То есть, 420 альфы пойдет, да. То есть, ну, может быть, тот скажет, что это много. Но сейчас уже, ребят, не те времена, когда 420 это много. Это просто нормально. Хорошо, да, можно так сказать. Это невыдающаяся характеристика. Пробитие 221 мм тоже абсолютно стандартная, да, цифра. Я бы даже сказал, чуть-чуть поменьше стандартной. Тут хвастаться абсолютно нечем. Но самое отвратительное в данном танке, это его точность и стабилизация. У нас, во-первых, базовая точность без доппайка 0.42. Я не понимаю вообще, вот, кем надо быть, чтобы танку вот такого вида, да, который, по сути, и фишек-то толком не имеет, кроме, да, вот этих вот ускорителей, давать точность 0.42. Это что, ИС на седьмом уровне или что? Вот я стесняюсь спросить. У нас альфа, что там, 560, что ли, на нем, чтобы такая точность была? То есть, это что за цифры 0.42, друзья? Это, ну, это задница, то есть, вы даже на средней дистанции нормально стрелять не можете. Более того, скажу, он еще и в упор мажет даже. А все потому, что у нас ублюдская просто стабилизация, я по-другому не могу назвать. Она неплохая, она ублюдская именно. И при этом у нас сведение, это просто какой-то, друзья, мрак, опять-таки. Потому что сведение у нас больше трех секунд, опять-таки, без доппайка. Ну, что вот это? То есть, танк, он косой, как будто бы, я даже не знаю, вот это хуже, чем защитник даже, по ощущениям. То есть, кто-то скажет, защитник косой. Ну, во-первых, у защитника альфа 440, чуть побольше, да. Во-вторых, как бы, ну, у него, по моим ощущениям, у него лучше в этом плане. То есть, это просто вот, это косой дрын. То есть, если бы это орудие было фугасным, я бы еще понял, да, вот за такие цифры по точности. Но это обычная пушка с ББшками, с кумысами, вернее, с фугасами. То есть, ничего такого особенного тут нет. Кстати, чуть не забыл сказать, что пробитие голдой у него 270. То есть, это стандартная характеристика, ничего особенного, ну, ни много, ни мало, просто норм. Как бы, пойдет, да. Вот, ну, и фугасы, да, у него более-менее имеют, ну, такой неслабый урон в 550, но ими особо вы ни в кого стрелять не будете никогда. Потому что они мало наносят урона в большинстве случаев. То есть, если перед вами не какой-нибудь картон. То есть, что мы имеем по итогу? То есть, танк, в принципе, обладает неплохим бронированием в стоковой конфигурации. То есть, напоминаю, то башню ставите, все, здравствуйте, да, и вам залетает постоянно от БЗ-176, про который мы еще поговорим, на 900, естественно, да, при перестрелках. Вы ему ничего сделать не можете, потому что ему класть на ваши 270 миллиметров пробития. В принципе-то, да. При этом танк пробивается в щеки при игре от борта, если вы чуть-чуть передовернете. Кстати, я забыл сказать про бронирование бортов. Я извиняюсь. У нас, в принципе, 100 миллиметров. То есть, это хорошие борта. Ну, нормальные, да, так скажем, нормальные борта у танка. Тут, как бы, можно немножко передовернуть, но если вы передовернете, говорю, залетает в щеки, то есть. И НЛД, который щется любым танком практически, который вы встречаете. То есть, по бронированию ничего особенного. Стоковая башня, да, позволяет, в принципе, танковать от нее, потому что у нас УВН и минус 10 градусов. Это, наверное, единственная комфортная характеристика у данного танка. Это УВН. То есть, если вы приехали на позицию, вы ее заняли, вы высунулись. Да, то есть, вы можете там что-то потанковать, вы можете пострелять. Пока, конечно же, противники не зарядят кумысы с пробитием, там, 320-370, и вас не расхерачат прямо в эту башню. Вот, но такое тоже может произойти. Но, в принципе, то есть, ничего особенного, говорю, нет. По динамике в стоке это мрак, в топе это играбельно, но тоже плохо, я бы так сказал. Частично спасают ускорители, но их мало. Их всего 4 штуки, и они заканчиваются у вас очень быстро. То есть, на весь бой вам их не хватит. И у нас просто одна из худших пушек на уровне, по факту. Если мы, конечно, ну, не берем там какие-то совсем всратые орудия, типа, как у КВ-5, да, по факту. Но здесь у нас и пробитие обычное, даже чуть хуже. Альфа не спасает, то есть, если бы, говорю, было больше 500 или хотя бы 490, еще можно было бы о чем-то говорить. Но альфа обычная, вылетать все равно будет не 420, а там, дай бог, 390, чтобы те же самые вылетели, да, у вас. И, как бы, мы имеем одно из худших орудий в плане точности, в плане стабилизации и сведения. То есть, на этом танке реализовать урон очень тяжело. Да, и забыл сказать, ДПМ просто вот всратый, по-другому не скажешь. То есть, это ДПМ на уровне семерок, если не шестерок вообще, чтобы вы понимали. Даже у некоторых шестерок больше ДПМ, чем у данного танка. Вот, то есть, играть на нем больно, физически больно, чтобы вы понимали. Какое оборудование на него ставить? На самом деле, тут вариантов не так много. Естественно, досылатель, естественно, стабилизатор вертикальной наводки. Тут вообще без этого никак. В идеале, конечно, боновые или трофейные, но я думаю, что жалко будет на такое ведро ставить нормальную оборудку. Вот это мое мнение. И, значит, в первый слот вы ставите либо закалку, чтобы как-то увеличить ХП, чтобы вас на гуслю ставили посложнее и все такое. Либо турбину, если вам не хватает динамики. Ну, или УМП, если вам не хватает стабилизации и поворотливости. Особенно, если вы играете без топовых гусениц, то, наверное, вариант с УМП будет более предпочтительным. И без доп. пайка. Да, и в принципе, тут больше никак не извернешься. Ну, это мое мнение. К сожалению, оборудование данный танк особо не спасает. Он от этого лучше не станет. Кто-то скажет, прицел сюда поставить. Ну, наверное, да, можно и прицел в первый слот. Но мне кажется, УМП все-таки будет смотреться поинтереснее. Учитывая еще и бонус к поворотливости. Все-таки это, мне кажется, будет более предпочтительным. А теперь мы поговорим с вами у его одноклассники. И не просто одноклассники, а его прямом, скажем так, ну, не конкуренте, но аналоги. Да, это БЗ-176 из коробок удачи на Новый год. Который во всем практически лучше, чем мы. То есть, ну, давайте прямо скажем. То есть, конечно, у него тоже НЛД там, вы скажете, пробивается. Но у него там специфическое строение корпуса. И НЛД у него, по крайней мере, ощущается меньше. Да, он также не пробивается в ЛД. Он плохо пробивается в башню. Но, во-первых, у БЗ у него, как бы, ну, башня сразу топовая идет. И она не имеет этих лючков. Там только казенник может высунуться иногда. И в него еще есть там шанс какой-то закинуть. Но это бывает редко. И это реально сложно сделать. У нас же топовая башня имеет ведро на крыше, в отличие от него. У БЗ-176, как вы знаете, альфа 750 сраных единиц. И при этом пробитие такое же, как у нас. Даже чуть выше. По факту. Я имею в виду, ну, если взять обычные снаряды, да, у БЗ-166. То есть, он вообще не выдерживает никакой конкуренции при сравнении со своим, по сути, одноуровневым собратом из той же ветки. Ну, премиумным, да, окей. То есть, ну, я думаю, ни у кого нет вообще никаких сомнений. То есть, кто балансировал БЗ-176. И для чего это сделали? Чтобы этот танк не просто кошмарил по-прежнему весь рандом, но и ощущался намного лучше, чем, говорю, вот это вот Колымага. По-другому я это назвать не могу. Я настоятельно советую этот танк проходить за чертежи. То есть, как это делается, рассказываю, значит. Вы докачались до этого ведра. Вы его не покупаете вообще. Просто не покупаете его. Вы прокачиваете за свободку двигатель. Дальше вы за чертежи добиваете следующий танк. И покупаете уже девятку. Все, забудьте про его существование. Нет вообще никакого смысла, ни одной причины играть на нем. Вообще просто это не надо. Если у вас нет чертежей, то подождите, пока они накопятся. Я не знаю. Ну, просто в целом эта ветка, она всратая достаточно. То есть, нет смысла ее качать так вот по большому счету, если, конечно, вы не энтузиаст. Я этот танк купил, вывел в топ и поиграл на нем только для записи данного ролика. Только для контента для вас, чтобы вам было интересно посмотреть. Чтобы вы знали, да, что из себя данная машина представляет. Это мрак, это кусок кала подсохшего. Это неиграбельная, друзья, машина. Поэтому я вам не советую на нем играть, повторюсь. В принципе, по рекомендациям в плане геймплея, чем можно сказать. Игра от башни. Все. Позиции от рельефа по-другому он не играется никак. Потому что в городских условиях, говорю, от борта вам будут в щеку напихивать. Ну, если, как бы, да, вы немножко ошибетесь. Да и даже если не ошибетесь, могут напихнуть. Если говорить о перестрелках лоб в лоб по ДПМ, у вас обоссыт любой абсолютно человек, который вам встретится. Вот. И вы ничего ему сделать не сможете. Поэтому, друзья, ну, как бы, о чем тут говорить? Это просто... Этот танк, который был введен в эту ветку, как мне лично кажется, это мое субъективное мнение, для того, чтобы вы задонатили на его пропуск. Ну, чтобы вы на нем не играли, короче. Этот танк, сделанный для того, чтобы на нем не играли. Вот как-то так. Вот это вот логичное объяснение, которое, кстати, открывает глаза на многие вещи, согласитесь. В принципе, я не вижу смысла затягивать данное видео. И так, по-моему, получилось длинное. Уж извините, я быстро не умею. Как говорится, вот. Иногда это в жизни пригождается. В общем, давайте, друзья, всех обнял. Подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, говорю. В телегу заглядывайте, там контент всегда выходит почаще. Говорю, и там интересно вообще в целом. Друзья, давайте, будьте здоровы, самое главное. И берегите себя. До связи и всем пока.